Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я расскажу о своих покупках косметики. В частности, поговорим об уходе за кожей и волосами и совсем немножечко, прям краешком затронем тему эпиляции. А начну с вот такой вот новинки от Эльсеф, точнее от Лореаль, наверное. У них новая линейка с маслами, которая называется Роскошь 6 масел. Вот честно скажу, раньше всегда проходила мимо Эльсеф, почему-то он у меня никогда не располагал к покупке. Так вот, что же в этом шампуне такого необычного? После Head & Shoulders он кажется неимоверно мягким. Вот когда вы наносите его на волосы и начинаете сбивать пену, вы понимаете, что он по консистенции очень похож на детские шампуни. И вот ваша рука скользит по волосам еще когда они в мокром состоянии. То есть он не делает супер обильную пену, как у Head & Shoulders, например. Он не очищает волосы до скрипа и не делает с ваших волос паклю в мокром состоянии. Это больше такой ухаживающий шампунь, если можно сказать так. Единственный минус, у него очень странный запах. Что-то похоже на дужки Glisskur. Я не понимаю таких запахов. Они мне ни с чем приятными ассоциируются, я не знаю. Возможно, это дело вкуса, но мне кажется, если это линейка с маслами, добавьте какую-то классную эфирку или композицию эфирных масел. Но, как по мне, запах вообще не соответствует продукту. Еще до покупки шампуня я очень долго мучилась. Выбирала бальзам какой-то классный для волос. Вообще мне хотелось почему-то маску. Поэтому установилась на продукте от DAF. Это их новый бальзам-ополаскиватель против секущихся кончиков. Я не знаю, вообще, когда пишут против секущихся кончиков, это сразу попахивает разводом. Потому что, как по мне, против секущихся кончиков борются только ножницы парикмахера. Больше ничего. Но так как гели для душа мне нравятся, они классные увлажняющие, я подумала, почему бы не попробовать их продукты для волос. Честно скажу, ничего особенного. Вот вообще ничего, как тривиальный самый дешевый бальзам от Fructis, например. Ну, в общем, вы понимаете, на каком это уровне. Я, честно скажу, ожидала большего. Те, кто меня смотрят довольно давно, знают, что я просто одержима сухими шампунями для волос. Несмотря на то, что я каждый день мою голову, но мои заморочки с ощущением жирности волос никуда не исчезли. Поэтому в моей коллекции появился новый шампунь от Batiste. Ну, как новый? Это их оригинальная версия. У меня еще такого не было. Запах очень свежий. Не скажу, что он мне нравится. И работает он довольно обычно. Все-таки я предпочитаю их линейки для объема. Для ухода за кожей лица у меня появилось два новых продукта. И по какому-то странному стечению обстоятельств они все от L'Oreal. Я очень нейтрально отношусь к этой фирме. Мне всегда казалось, что у них завышенная цена на свою продукцию. Ну, опять же, может мне не попадалось каких-то стоящих продуктов. Если знаете, такое обязательно пишите в комментариях. Я попробую и, возможно, даже изменю свое мнение. Но не обещаю. Начну с вот этого вот тоника, которого я искала по всем магазинам косметики. Я не знаю. У них-то ценники на него менялись, то постоянно росли цены, то у них закончился он. Я, честно, не знаю, это новинка или нет. В общем, пришлось мне за ним побегать. И вот сейчас я смотрю на упаковку и только заметила, что это кажется лепесток розы, то ли кого-то цветка. До этого я была уверена, что это капелька тональной основы, то ли сводч. Я не знаю, что вам вообще-то напоминает. Тоник называется Абсолютная нежность. Он идет для сухой и чувствительной кожи. И вот первое, с чем я протупила, это не почитала состав. Потому что, ну вот скажите мне, как можно в тоник для чувствительной кожи добавить спирт? Вот здесь здесь логика. Чувствительная кожа и спирт. Это вообще два разных полюса. Зачем писать слово успокаивать кожу, если там есть спирт? Вторая странность этого тоника состоит в том, что его консистенция не совсем похожа на классический тоник. Потому что он не как вот такая легенькая водичка, а больше похожа на что-то среднее между гелем и глицерином. Допустим, что эта линейка все-таки для сухой кожи. И здесь добавили много увлажняющих компонентов, поэтому он такой тягучо-гелевый. Но зачем тогда здесь спирт? Ну в общем, здесь много вопросов, есть над чем подумать. В общем и целом, о эффекте. Он очень экономично расходуется. Мне кажется, этой банки мне хватит на года-два. Учитывая то, что я им пользуюсь после мицеллярной воды. И так как мне не очень нравится эта такая вот жирная консистенция, я его смываю. И еще одна странность, сзади не написано, можно ли его смывать вообще или оставлять на коже. И еще здесь написано, избегайте области вокруг глаз. И когда-то я по дурости думала, вытрукая немножко остатки туши у себя здесь под глазами. Пекло так, как будто я пальцем себе попала в глаз. В общем, не уверена, что я хочу вам это советовать. Я еще толком не разобралась, нужно мне вообще это средство или нет. Но попробую хотя бы половину использовать. Следующая более удачная покупка, это вот такой вот скраб, который называется бесконечная свежесть. Опять же, там есть версия для чувствительной сухой кожи в такой же розовенькой упаковке. И вот, мне не понравился запах у розовой версии. И я была плохой девочкой, потому что капнула в спину ладонь две капельки этих средств и сравнила абразивы. И скажу, что они абсолютно одинаковые. Я так понимаю, у них только разная очищающая основа. Неплохой скраб, я пользуюсь им где-то 2 или 3 раза в неделю. Приятный такой очищающий. Частички разного размера. От самых малюсеньких размером соду до более крупных, напоминающих скраб из абрикосовых косточек. Если использовать после распаривания кожи в душе, очень классная кожа. Получается такая нежная-нежная, совсем бархатистая. Что касается ухода за кожей тела. Короче, поговорим о геле для душа. У меня вот такая вот новинка от Palmoli. Их новая линейка Gourmet Spa. У меня со вкусом, хотела сказать, запахом лубничной смузи. Очень интересная штука. Сначала я, когда понюхала его, а я все всегда нюхаю перед покупкой в магазине, мне напомнило прям очень химозный какой-то юпик лубничный, то ли какой-то лимонад. Но на коже он дает слегка деликатный аромат, не тошнотворный 100%. Конечно же, пахнет он клубникой. Но я бы сказала более точно клубничным йогуртом. Похоже, как будто в крем для тела добавили абразивных частиц. Он еле-еле пенится и больше похоже на действительно такой тяжелый крем. За счет этого у него очень большой расход, но он хорошо ухаживает за кожей. То есть он сразу же ее увлажняет и, что немаловажно, быстро смывается. Для меня в гелях для душа это очень важно. Что касается увлажнений, я совсем недавно зареклась больше не покупать молочко для тела от Johnson. Как бы это странно не звучало, потому что я попробовала уже все запахи. И мне нужно было от него отвыкнуть и перейти на что-то другое. После долгих раздумий я решила остановиться на молочке для тела от DAF. Их новая линейка, которая с маслами манго и марулы. Не знаю, что такое марула. Запах не очень активный, больше похоже на их классическую отдушку с примесью таких сладеньких ноток. Такое довольно тяжелое средство, надо его совсем мало. Вот действительно размером с горошинку. Если переборщите, моментально превращаетесь в русалку. Это когда ноги слипаются. Если добавлять по чуть-чуть, довольно приятно разносится и быстро впитывается. Хотела бы вам еще быстренько показать вот такое мыло от FA. Тоже, по-моему, какая-то их новая линейка с экстрактом меда. Очень круто пахнет. Мне нравится, что оно быстро смывается. Не нужно расходовать 100 литров воды, чтобы смыть мыло с рук. Очень хорошо ухаживает и оставляет на ручках приятный аромат. Присмотритесь. Для интимной гигиены у меня появилось новое средство от Nivea. Версия Sensitive для чувствительной кожи. Тут у них в составе пантенол, молочная кислота и экстракт ромашки. Хорошее средство. Вы знаете, что я не только использую вот эти вот вещи по назначению, но и умываюсь им. Мою руки, могу использовать как гель на душу. Единственный минус, мне не нравится здесь дозатор. Или как это называется. В общем, вот это отверстие для выхода продукта довольно широкое. И получается, что расходуются средства довольно быстро. Мне лично больше нравятся продукты с такой помпой. Я очень боюсь стоматологов. И от одной мысли, что у меня могут быть проблемы с зубами, тфу-тфу-тфу, мне совсем прям плохо становится. Вот серьезно. Для меня это, наверное, один из самых таких сильных страхов в жизни после родов. Да. Так вот, недавно у меня повели странные ощущения во рту. Блин, звучит как-то странно. В общем, у меня как будто воспалился зуб, то ли у меня повысилась чувствительность, то ли что-то было с деснами. И тогда у меня начался неимоверный стресс. Так вот, я пошла в магазин и скупила все для ухода за зубами. Начиная от новой пасты, заканчивая какими-то нитями, освежителями и так далее. В числе покупок у меня оказался вот такой вот ополаскивател для полости рта, листерин. Их новая версия, зеленый чай, которая называется. Вот эта версия для тех, кто не любит ополаскиватели с мятным вкусом. Я лично не могу их держать во рту больше трех секунд. Меня начинает выворачивать, тошнить. Вкус, конечно, вообще не похож на зеленый чай. Вообще, вот, даже намека нет. Больше похож на какое-то стоматологическое средство. В общем и целом, помогло мне это справиться с проблемами с зубами. Ну что, переходим к болезненной теме. Поговорим об эпиляции. Почему так поздно, скажете вы? Как бы лето заканчивается, какая эпиляция? Но у меня есть такая фишка, если меня переклинивают, мне все равно. Да и в Космо была скидка на средства для эпиляции. Я подумала, что это знак. Купила вот такие вот полоски восковые с клубничным вкусом для домашней эпиляции. Выглядят они вот так. Запах очень похож на клубничную жвачку. И я себя даже пару раз выведу на мысли, что я хочу сделать вот так вот. Но подумала, что это будет не лучшей идеей. Кстати, фирма называется Lady Caramel или Carmel, не знаю. В общем, у нас это бюджетный аналог продуктов от Weed. А перемкнула меня на эпиляцию рук. Я думаю, если у меня давно смотрите, вы знаете, что у меня довольно волосатые руки сами по себе. Я поняла в своих 27 лет, что мне нужно именно сейчас, в этот момент, попробовать восковую эпиляцию на руках. И хоть раз в жизни избавиться от вот этих вот волос. Это было не так больно, как я думала, но очень эффективно. Сейчас на ощупь мои руки, как кожа дельфиненка. Очень гладкая, такая приятная. Я делала эпиляцию 2 дня назад. И, как видите, никаких воспалений, покраснений. Все прошло отлично. Я прям очень довольна результатом. Ну что, мой столик опустел. Это значит, что это видео подошло к концу. Надеюсь, оно было вам интересным или полезным. Извините, что так долго я тут все рассказываю. Но, действительно, я давно не снимала видео. И мне прям очень захотелось выговориться. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok